Как представителям средств массовой информации Смотрят, слушают Если желание у вас, скажем так, провести что-то вроде лекции об исламе С вопросами именно для вас Мы можем организовать такую небольшую встречу тогда, когда вам удобно Скажем так, провести эту лекцию Какие-то рассказать, скажем, моменты, которые не везде найдешь об исламе И можно пообщаться, просто задать друг другу вопросы и так далее Если есть такое желание, есть такая необходимость для вас Хотим мы или не хотим, нас в этой ситуации никто не спрашивает То есть мы, как представители средств массовой информации Свою задачу видим в чем? В том, чтобы удовлетворить интересы тех, кто нас читать будет То есть у нас своих вопросов нет в этой ситуации Мы проводники, так сказать, вопросов наших читателей прежде всего С этой точки зрения, ну, надо, наверное, их спросить Давайте спросим Просто я, насколько понимаю, может быть, я ошибаюсь Вы предоставляете информацию читателям? Нет В случае, по крайней мере, с сайтом Речь не идет о том, что мы предоставляем информацию Мы в этом случае выступаем в двух апостасиях Одна, мы организаторы площадки некой, на которой можно выступить И вторая, мы одни из многих журналистов, которые там выступают То есть площадка сделана не только для него, или для меня, или еще для кого-то Туда может каждый прийти и выступить Другое дело, что он, допустим, как человек верующий Он идет к своему батюшке, к отцу Никону Обращается к нему Отец, скажи что-нибудь для православных верующих Это очень хороший вариант, такое размещение публикаций Как бы легко воспринимаемое Записывает это дело и выкладывает Это легко воспринимается Это вызывает обычно очень благожелательные отзывы И я думаю, что если бы так же точно Ну, прихожане другой церкви, скажем так Мусульманин пришел бы к муле Снял его проповедь, его обращение к прихожанам Вот или не к прихожанам, а ко всем людям Это воспринималось бы ровно настолько же корректно Хотя, тут надо иметь в виду один момент Комментарии могут быть очень разискованными У нас правилами сайта, на которых мы все это располагаем Запрещены все высказывания, которые могут оскорбить чувства верующих Я знаю некоторых православных товарищей, которые само появление С обращением к прихожанам или ко всем Но Шакир еще ко всему и председатель общины Мусульманской общины Может быть воспринято как чуть ли не личное оскорбление Или оскорбление национальных чувств Поэтому высказывания могут быть целыми различными И это сразу нужно иметь в виду Хотя, что касается лично меня, я считаю, что это крайне необходимо Чтобы высказывались все, представители всех конфессий Почему? Ну потому что как бы не очень корректно Мы говорим сайт для всех В то же время у нас появляется только отец Ника Было бы вполне логично, если бы представители других церквей Поэтому Шакир, если тебе будет интересно, обращайся Хорошо, я это на заметку возьму Просто я думал именно о вас То есть, скажем, о работниках газеты или сайта, например Когда необходимо проанализировать какую-то ситуацию Дать четкое объяснение происходящему Чтобы вы обладали уже определенными знаниями какими-то об исламе Все-таки полуторамиллиардное население всей земли Это их религия И они активные участники и мировой политики, да и в Крыму В общем-то и в Украине, да? Поэтому я думаю, вам было бы это полезно Это с моей стороны было просто как предложено Вы, если считаете это необходимым, нужным или возможным Смотрите, это мое просто предложение было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!